В два часа дня жители этой квартиры услышали шум. С потолка полетела старая штукатурка. На момент разрушения здесь находилось четыре ребёнка. Их чудом удалось вывести. Слышим, дети кричат. Произошёл огромный хруст, и они выскочили. Что смогли, в чём? В том и выскочили. Один ребёнок у нас с ногой, с гипсом, а грудничка вот так, ну вот как смогли. И вот это всё хруст пошёл резкий. И вот это всё обвал. На полу обои и штукатурка. Даже сейчас находиться здесь небезопасно. Кажется, что потолок вновь может посыпаться. Дому больше полувека. Когда был последний ремонт, жильцы вспоминают с трудом. Если раньше у нас что-то, какой-то хотя бы материал давали, чтобы ремонтировать там кухню или коридор, фасад дома ремонтировали. Вот пока мы здесь живём, раза два, да всё время фасад ремонтировали дома. А внутри, в подъезде ничего это не делалось. Бить тревогу жители начали с прошлого года. Тогда в подъезде потолок чуть не обвалился на детей. С просьбой помочь к нам в редакцию обратились оренбуржцы. В июле на место выехала съёмочная группа. Люди жаловались на условия проживания и показывали ответы с городской администрации, где чёрным по белому написано – дом пригоден для проживания и нуждается лишь в капитальном ремонте. В 2002 году этот многоквартирный дом перестала обслуживать управляющая компания. Это, по словам жильцов, для них стало настоящим сюрпризом. Дом признали аварийным лишь в ноябре прошлого года. Дом у нас потихонечку, как говорится, сыпется, крушится. Был буквально месяца два назад сильный ветер. У нас слетал шифер с крыши. Не могут спать спокойно и другие жители. Восемь квартир в страхе. Дети, пожилые люди, инвалиды. Обеспокоены оренбуржцы из соседнего дома. Они опасаются, что их просто накроют кровлей из проблемного двухэтажного дома. Крыша рушится во время сильных ветров, особенно ураганы. У них отваливается крыша. Вот она ходит ходуном. Там конёк вообще раздолбанный. С той стороны, если посмотреть, там всё поднялась крыша. И вот эти куски летят ко мне и во двор. Со слов жителей, расселить их должны лишь к 2025 году. Однако люди опасаются, что к этому времени их дом просто рассыпется, как карточный домик. Каждый новый день, признаются жители, начинаются с их осмотра стен. Ведь новых трещин становится только больше. Елена Ирёновна, Семен Воробьёв. Новости дня.